Их всего 10, но они с поясами. За выход в финал по Курешу сражаются самые ловкие борцы Бахчисарая. Братья Мустафаевы тоже решили побороться. И тут случилось неожиданное. 16-летний Эмирали победе над 19-летним братом не рад. Все равно на основной турнир поехать не может. Возрастом не дотянул. Не чайно получилось, так не хотел. Хоть на мой родный брат, так не специально. Крутку, можно сказать, тоже бедро сделал и получилось. Но я не ожидал, что даже получится. Шукурзий Тулаев в своей победе уверен на все 100. В категории 70 килограммов он легко уложил на лопатки соперника и планирует также играючи победить противников на всекрымском турнире. Ведь у него в активе есть любимый прием. В зале обычно на тренировке на поясах боремся, оттачиваем все, что можем, свои приемы коронные. Я люблю цеплять просто ногу на себя, цепляя ногу и валю. И все. 13-летний Эльнур с восторгом смотрит на старших товарищей. Он занимается греко-римской борьбой и с удовольствием участвует в соревнованиях по Курешу. Говорит, между двумя видами спорта очень много общего. В греко-римском тоже можно пройти в корпус, взять захват и бросить. А в Куреше то же самое, только в захвате ты уже стоишь, плюс пояс. Борцы отмечают, в последнее время национальная борьба стала очень популярной. В спорт потянулась не только молодежь, вернулись и многие ветераны. Последние два года начали, после этого турнира, много кто начал из молодежи проходить по Курешу. К соревнованиям допускаются спортсмены от 18 лет, имеющие в паспорте отметку о крымской прописке не позднее 1 октября 2017 года. В положении указаны весовые категории 70, 80, 90 и 90 плюс. В республиканском турнире «Бахчисарай» будут представлять 8 спортсменов. Все хотят выиграть главный приз, у всех мечта, каждый имеет права, даже есть спортсмены, которые специально отучились на это, чтобы заработать машину. Если выиграют, будут ездить, будут готовиться на следующий год. Спортсмены соревновались за звание сильнейшего, чтобы 25 ноября уже в финале побороться за главный приз – автомобиль. И не один из четыре машины получат победители в каждой весовой категории. Самый сильный борец станет обладателем пояса чемпиона и премией в 50 тысяч рублей. София Шукурова, Дарина Сафонова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.